Понятно, на какой позиции. Мы сегодня видели различных Тинни. Мы видели сегодня Тинни на тройке, по-моему. Мы видели Тинни на четверке. Обычно Тинни играется на первой и второй позиции. Так что здесь пока не ясно, что же... Да, в Америке либо на первой, либо на второй. В Европе, в СК, иногда на четвертую берут. Ну вот мы сегодня видели в Юго-Восточной Азии на четвертой тоже заходил Сайленсер. Так, у нас вообще все герои могут быть практически на какой угодно позиции. Очень гибкий пик у Immortals. Ну а Power of Friendship, они же СЕС. Shadow Demon Кунка. Стандартная такая связочка саппортов из Китая 2015 года. Сен Кинг. И скорее всего остался и Мидер, и Кэрри. Ну да, какой-то нужен сильный герой на центр, потому что Immortals будут крушить. Не исключено, кстати, что Immortals Джеки Роса в мид поставят. Он как раз хороший герой в центр. Вайпер. Вайпер очень сильный сейчас, но как-то вот, несмотря на то, что он сильный, не такой уж большой у него пикрейт. Хотя вроде как, на мой взгляд, сделали, как раз убрали его главный минус. Сделали все, чтобы этот герой игрался. Более того, добавили ему эффект брейка еще, что против кучи героев заходит круто. Главный минус это то, что он что, фармить быстро якобы не умеет или какой-нибудь... Ну да, да. Сейчас он не то, что якобы, сейчас он гораздо быстрее фармит. Ну да, за счет Незертоксина он может просто в крипов плюнуть, быстренько всех добить и... Ну типа своим делам на другой лайм. Тем не менее, на его пикрейт как-то не особо повлияло. Но опять же, пассивки здесь выключать некому, если мы смотрим пока что. Я ничего не вижу. Да, у вайпера просто такой брейк, который как раз только пассивки отключает. Но сейчас другого брейка нет. Сейчас и на Сильверейджа такой брейк, что он не снижается. Да он и был, брейк-то в общем-то всегда таким и был, просто там был еще дополнительный эффект. Ну да, от Сильверейджа. Да, теперь этого нет. И Last Week ТБ. Ну, я хороший герой. Всегда был хорошим героем. Не против всех пиков, конечно, но в целом герой неплохой. Надо его отсаппортить как-то, помочь ему на лайне. И вполне вероятно, что он и выиграет эту игру. Immortals Last Week ТБ. Оу, еееее. Нага-сирена. Не знаю, конечно... Да, какой-то позиции Нага себе. Куа будет играть на Найке. То есть, значит, Куа-Нага. MP будет играть на Тинни. Фэйби Клокверк. Тубу Сайлансер. Фареф получается на Джекиросе. То есть, Аффлайн Джекирос. Если я ничего не путаю. Да, Аффлайн Джекирос. Ну, любят Immortals Аффлайн Джекироса. В Америке любят Аффлайн Джекироса. Еще в патче 7.06 брали Аффлайн Джекироса. Аффлайн Винтера Виверну. Но Immortals решили не изменять традициям. Попробовать в этом патче снова сыграть Аффлайн Джекироса. Но герой сильный, конечно. Вот как раз против Тирар Блейда он весьма хорош будет. Тирар Блейда очень много брони. У Джекира киллы магическим уроном бьют. Liquid Fire вообще не заряжает ни стики, ни... Ни маны не стоят, поэтому. Придет Джекира на линию и заплюет тебя просто Liquid Fire. Туда еще и Clockwork подойдет, будут проблемы. Окей. Ну, спасибо большое за Нагу Сирену, конечно, стоит сказать. В любом случае. От души, да. Ну, возможно, Нага здесь взята для того, чтобы комбинации всякие делать. Очень сильная комбинация с Сайленсером. Еще во время сна можно нажать Global и потом только Сон отжать. Ну, то есть, как бы, промахнуться Global в принципе нереально. Когда у тебя Нага и Сайленс. Можно идеально закастить Global, все будут в позиции, все будут готовы сбрасывать свои ски. Да, в принципе, промахнуться Global тяжело. Не, ну, бывает, что промахнуться Global это не значит по кому-то не попасть. Очевидно, что Global это фил, который по всей карте работает. То есть, ты им в любом случае заденешь всех. Просто ты можешь его нажать, например, слишком рано. Когда твои тиммейты... Ну, да, да, да. То есть, как-то вот ты видишь, что там Сэнд Кинг... Ну, или показалось тебе, что Сэнд Кинг раскастовывает Эпицентр. Или ты только одного Сэнд Кинга увидел, сразу Global нажал. Да, он там, оказывается, был один. И вся его команда за время Global просто успела разбежаться, которая подходила. Ну, либо ты нажмешь Global слишком поздно. Когда соперник уже скинет скиллы. Или тебя, например, застанет. Тогда твоего Global будет не так много пользы. Global надо кидать тогда, когда вот соперник в идеале. Когда соперник вот-вот сейчас начнет драку, вот он уже нажимает свои скиллы. И все твои ребята, вся твоя команда, она готова как бы свои скиллы нажимать. Ты нажимаешь Global, оппонент ничего не может сделать, а в них уже летят твои кнопки. И драка выигрывается. Ну, как правило, это происходит так. Когда поезд уже разогнан, и нельзя нажать на тормоза. Да, типа того. Это в идеале. Это вот как, например, против Шейкера брали раньше. В прошлом патче Шейкер был очень популярен. Против него довольно эффективным являлся Сайленсер, потому что прыгает Шейкер. Как бы Эхослэм он кастует моментально. Это понятно, с этим ты ничего не сделаешь. Ну, если ты, конечно, супер байся, ты можешь там его на варте где-то заметить, знаешь. Поражать Global, вот прям, когда он нажмет блинг, то есть он ворвется и даже Эхослэм не скастит. Но я такого ни разу не видел. Как правило, Шейкер просто влетает, кастует Эхослэм, размахиваются фиссуры и влетает Global. То есть он оказывается в окружении врагов, кастить ничего не может. Да, не может продлить стан, вы его просто вчетвером... То есть он ворвался в четверг, вы его вчетвером окучиваете быстро и все. Я так скажу, даже если у него есть какое-то БКБ, то... А все равно не успеет. Ему собьется анимация каста, и ему надо заново фиссуру кастовать. Вы либо разбежитесь, либо успеете его... Уже так долго вынимает бревно, когда кастует фиссуру. И как раз сначала поднимает, потом кладет. Да, это действительно долго. И в этот момент как раз взлетает Global. Поэтому тут... Ну а если до наш, между собой, это, собственно, никакой разницы не будет тебе повеситься сверху. Ну что ж, посмотрим, будет ли у нас какая-то интрига во второй игре. Там Лекс в чате, кстати говоря, писал, что они, видимо, раньше начали, потому что на 30 секунд у нас раньше игра закончилась. То есть, видимо, у них просто она там началась на пару минут пораньше. У нас все-таки там в 21-0. Может быть, может быть. Ну, короче говоря, там... Так, а у Лекса победитель пары... Ну, то есть, у них там играют оптики. Вот. И I don't care MMR. Победитель этой пары выходит на VGJ Storm. Но VGJ Storm, насколько я знаю, команда не самая плохая. Там, наверное, будет какая-то бревая. Ну, я надеюсь. Но на самом деле там вообще какая-то путаньца у нас на канале с расписанием. Вот. Потому что там все указано на первый канал. Как бы. И я подозреваю, что все-таки... Ну, не должно быть такого слаба. Так, смотрим на Кио нападение. Кио использует иллюзия. Тот же... Масса иллюзий какая-то. Иллюзия, иллюзия, иллюзия. Все в иллюзиях. Страшные вещи. Shadow Demon, Naga, Terror Blade. Короче говоря, насколько я понимаю, на этом канале все-таки будет победитель этой пары играть. А вот кто-то будет комментировать, я уже не знаю. Но это не точно, потому что как бы все в наших руках. Ну, короче, какая-то странная вещь с расписанием. Ну да ладно. Тут, может быть, вообще третья карта будет еще. И сейчас как. Так, накрутят корейцев. Навертят. Веришь в это? Что сейчас просто выйдут и уничтожат. Видимо, нет. Ну ладно. Да я отвлекся немного там. Ну ладно. Секунда, спав на руны. Ничего страшного. Так, 9-5 в тине. Где он стоит у нас? Он у нас стоит на нижней линии. Очень хорошо стоит. 8 грибов у Naga. Ну, на миде пока что такая равная борьба. Сенкинга начинают гонять. Честно говоря, вот Сенкинг, конечно, на офф-линии. Ему тяжеловато будет. Ну, по идее, ему должно быть более-менее норм в данной ситуации. Просто ему надо было вот с самого начала тебя с позиции силы проявить. В топе Феррисблат у нас 100%. Умирает Шедоу Демон. Фареф продолжает биться. Да, тут приходит ДК, подключился он. Но, на мой взгляд, только время потерял. Просто вот это вот... Сколько он хрипа? 3-4 пропустил, пока бежал с линии сюда и обратно. При этом вообще ничего не забрал. Даже за ассист денег не получил. Потому что фраг забрали. Имморталс. Короче, начинают напрягать. Ти и Тини. Ну, сдается мне, вот если так игра пойдет, то у Тини есть хорошие шансы здесь просто уничтожать все и вся. Потому что он с деревом сейчас довольно сильный. Хотя вот пытаются его там подкапывать с Инкинг. Но, посмотрите, как он на развороче своим деревом бьет. Уже взял второй бросок дерева. Я так понимаю, дерево сейчас прокачиваю, да, чтобы фармить было удобно? Да, практически всегда прокачиваю, да. Где бы не стоял Тини, Эвеланч. На самом деле, довольно сильно пробиваю Тини. Он так идет вперед. Сейчас заканчивается замедление от Костика в финале. Пошло дерево сразу. Бросок в Синкинга. Попадает в него. Не стал даже бить. Ну, дерево, чтобы под... Маны не стоит. Так вот бросать, да, маны не стоит. Плюс можно харасить через крипов за счет сплэша. Особенно на какой-нибудь там офф-линии. Если тебе надо разменяться, это очень круто. Ну, и полманы нюк. 30 единиц. Ну, для Тини это не стоит маны. Потому что все скиллы остальные у него очень дорогие. Да, там все значительно дороже. А я даже не знаю, где это. Это бросок, наверное, стоит 30 единиц или что? А, нет. Взять, взять. Да, взять стоит 30. Бросок бесплатный. Мать и дерево стоит бросок бесплатный, естественно. Это как бы... Позвоните прямо сейчас и получится бесплатный бросок за 99,95. Или за 29,95, наверное, так. 23,12 крепость от Тини. У Наги тоже все здорово. Тироблэйд начинает проседать. Джакира топ... Ну, опять, опять на линиях. Уже 2000 на четвертой минуте. Ну, так никакой пик не поможет выиграть. Если так сильно проигрывает лайны на ровном месте. И просто ТБ стоит. Вот, посмотрите на него. Он боится. Ему страшно и тяжело. Он с тангусиками там пытается как-то отъедаться, конечно. Но Нага здесь добивает все. Снизу, конечно, Тини прижимают. Так, тут перетянулись суппорты. Но я не знаю. Они, конечно, молодцы. Они перетянулись. Но объективно помешать ему здесь пока что не могут. Он от Тини. Випчиков просто переагривает. В топе, я так понимаю, ребята просто осознали, что Джокеры ничего не могут сделать. Он там стоит. Всех душит. Докитпайром своим. Огнем поливает. Саппортом очень сложно приходится. Тини, конечно, слаб в начале. То есть на него действительно можно напасть. У него 0 брони. Его приятно... Ой-ой-ой, ТБ. ТБ закрывают. Нужно срочно проедать. Проедает. Вызывает иллюзию, чтобы не прокала батарейка. Но батарейка все равно прогует отлично и станет Санкинга. Сейчас можем попытаться забрать какую-нибудь Нагу. Но нет. Нага просто... Как же много у Наги брони, посмотри. 10 плюс 2. Она танкует вышку вообще без проблем. Санкинг должен копнуть еще... Оу! Ко! Да, Ко красавчик. Батя. Вот это был реально очень крутой мов сейчас от Наги Сирены. Тем временем продолжает Фэби сражаться с фражескими саппортами. Получает экс-марку. Хочет занести с собой в таверну Марио. Но вполне вероятно, что никто в таверну здесь нет. Все-таки кто-то должен умереть. Похоже, это будет Фэби. У него стиков еще огромное количество. Посмотрите, что он делает. Он просто... Ну да, он просто в таверне. Надо объяснить, что Кьюо увернулся от этого стана, прочитав тайминг. Потому что он же не знал, когда у Санкинга откатится стан. И среагировать там нереально. Да, то есть наоборот. То есть он как раз знал, когда у Санкинга откатится стан. И когда этот стан откатился, он сразу поражал иллюзии. Так что, ну как бы угадать ты верно сказал, что не получит. Слишком быстро он встанет. Практически мгновенно. Ну практически. То есть все-таки иногда можно увернуться. Но это невероятно тяжело сделать. По красавчику. В итоге у него топ-2 на Этварс. Идет сразу после Тинни. Тинни так же отрывается от Вайпера. Почти на тысячу золота. Ну пока что две тысячи. Пока что. Выход в смоках. Наконец-то выход в смоках. По-моему, чуть ли не первый за две игры. И Джеки Россу должны его здесь убивать. Да, пошел Вайпер Страйк. Кьюо в этот момент забирает. Фарева, конечно, забрали. Но Кьюо расправляется с Террор Блейдом. Поэтому. Да. Террор Блейд-то был поценнее. Ему как бы фармить надо. Что он делает? Что Террор Блейд будет делать против Тинни без ХП? Учитывая, что у Тинни раскаст, который даже такого подфармившего Террор Блейда будет убивать за раз-два. Несет, несет подарок. Несет подарок для Кунки. Хочет его вручить. Так, Кунки замедляют. Торрент скастовал. Попал. Так, Сайленсер накидывает. В итоге Кунка. Есть ТП. Так, может быть теперь ТП? Нет, просто побежит. Убежит. Три, два, один. А может и не убежит. Да, Курса. Стики прожимает. Но Мансанул куда-то не туда. Фарева опять забирают, конечно. Но Кунка отправляется в таверну. Четыре интеллекта. Там вот для Сайленсера. Да, это игра чуточку поровнее. Хотя пока посмотрим, как по Нетворсам распределяется ситуация. Нетворса все равно у команды Immortals лучше. Но это не всегда гарант. Чуть-чуть поровнее игра. Посмотрим. Чуть-чуть может быть. Чуть-чуть может быть, но 2000 на ровном месте, считаю. Ну, как бы я не видел особо вот таких вот преимуществ. Так, у Ранистадии. Хотя вот сейчас мы в видео. Ну, вот Куру может умереть сейчас. У него нет маны. У него нет ульты и нет маны. Он мог бы прожить стики, что-то с кастей. Его бы только ультимейт спас в такой ситуации. Хорошо. Тысяча золота остается. Начинают давить на Нагу. Терраблейд притягивается на легкую. Но здесь Джакира. И, как оказалось, у Джакира все очень хорошо. Сандер. Ну, на первый раз Сандер тебя спасет. Хорошо. Дальше. Дальше суппорты бегут. Включается форма. Как же больно. Как же больно. Спрячет Шадоу Демон. Может быть, выживет Терраблейд. И у Джакира нечем набавить. Добавляет Джакира с Дежи Саунсер. Очень жестко горит Терраблейд. Он сейчас сгорит. Он сгорает. Джакирос, конечно, тоже может сгореть. Но, правда, Шадоу Демон с собой сначала уносит таверну. Костик в финале прокает. Бежит Сен Кинг сюда. Последний удар забирает. Как же жестко Джакира здесь надамажил. Джакир очень силен, когда левел получит. В качестве корт персонажа он практически неубиваем в центре. И невероятно опасен на сложной линии. Если ему не уделять должного внимания. Но потом у него могут быть проблемы. То есть, если ты его в центр пикаешь, ты должен либо быстро спушить, либо очень сильно засноболить. И тогда ты победишь. Если ни того, ни другого у тебя сделать не получилось, то ты, скорее всего, проиграешь. Корт Джакир, он... Он как саппорт, только с каким-то оверфармом. То есть, по импакту в игре. Потом будет где-то там после 30-й минуты. Им надо ковать железо тогда, когда это еще можно делать. Размены идут. Да. И дубу ворует интеллект. Сен Кинг здесь уже скастовался в эпицентр. Есть три стика у сайленсера. Сен Кинкова потерял из виду. Маны нет. Стиков нет. Курса есть. Тини есть. Несет подарок. Тини несет подарок. Ёлочку принес. Да, да. А с нового года 51 день. Сколько? Недавно мем какой-то видел. Ну, похоже, что у MJW нового года не будет в этой игре. Не так уж и много. Почти столько же, сколько до нового... До новой рейтинговой системы Valve. Только чуть поменьше. Только чуть поменьше, да. А в Фэбби сажают его на крест, но он закрывается в Коге. Да, и здесь Кунг вряд ли его смог бы размять. Эмпи уже начинает вовсю ромить по карте. Фэбби. Собирает баунти-руны. Ну что? Тысяча. Ладно, десятая минута тысяча. Нормально. Было хуже в прошлой игре. Может быть, здесь будет действительно поровнее. Террор Блэйду нужно перезайти. Так, что в параллельном матче, мне интересно. У нас гонка. Кто быстрее закончит? Надо открыть вещь. Нам тяжело будет закончить быстрее. У нас Нага Сирена. А там тоже пауза. Но там 3000 уже ведут оптики. И там деспрофит. Но у оптиков нет Наги Сирены. И у них ДП. Да, похоже, что он не закончен быстрее. И у них 3000 преимущества на 9-й минусе. А у нас 1000 на 10-й. Это при том, я смотрю с двухминутной задержкой. То есть там сейчас-то уже... Там сейчас уже вообще жара. Скорее всего. Вот у нас сейчас... У нас сейчас... У нас две на тот момент было. Может, там камбэк все-таки завезут какой-нибудь? Камбэкч. Свен. Камбэчная откроется? Да, давайте. Мы не должны проигрывать. Как знаешь, когда едешь на поезде и суперскучно. Смотришь в окно и начинаешь соревноваться с машинами. Обгоняет ли поезд машина или не обгоняет. Или она его. Или другой поезд. Другой поезд вот когда. И когда ты только начинаешь другой поезд обгонять, как твой поезд останавливается, а соседний просто без остановки едет. И все. Вот я чувствую, у нас сейчас что-то подобное может случиться. О, там просто, да, там переезжают с Вена. Пока. Четыре тысячи уже. То есть у них только наращивают оптики преимущества. Ну и ладно. Игры там по расписанию стартуют на МДЛ или... Ну, наверное, против ПГД по расписанию. Не, ну когда как. У нас вот, например, вчера должен был последний матч начинаться в четыре. Начинаться в четыре, бестов три последняя. А закончили мы в итоге стрим в три вообще, в принципе. То есть там сильно, сильно бустанули. Надо в Дискорде спросить. Вот. Но я так понимаю, что если там один за другим, то имеет смысл туда, как бы, матч с победителей. Было бы супер логично. Пока нет вопросов. Нет, пока что все. Ну а мы ждем. Мы ждем ТБ, который решил дисконнектнуться. Была тут у меня пауза за 10 секунд до конца игры на три минуты. То есть ты ждал человека дольше, чем? Ну не я. Там несколько тысяч человек ждали. Ну да. Там как бы бесшансовая игра. Медуза заходит на хайграунд уже, неубиваемая. И ставится пауза. Типа потерь пакет в подлаге. Хотя Медузе, по-моему, мне кажется, на пинге 1000 можно было заходить. И она бы все успела нажать. Потому что тяжело не успеть нажать ничего. Просто бить автоатакой. 4500 Тинни, 3700 Нага. Ну вот подозрительно сильно оторвались Коры. Одну минуту просят теперь Immortals еще. У них тоже. Потом они придут и одну минуту попросят. Знаешь, что такое кошмар? Мне, кстати, никогда не снялся такие кошмары. Мне более такие реалистичные снятся. А вот никогда не снялся кошмар на тему того, что ты ждешь игрока какого-то. Он приходит, а в этот момент одна команда пишет. Пару минут. Потом приходит и говорит, ну что, поехали? А другая команда пишет. Пару минут. Пару минут. И так продолжается вечно. Потом судья пишет. Пару минут. А у тебя еще после этого 9 best of 1. Это больше похоже на реальность. Каких-то открытых квалификаций. Да, да, да. И потом, когда надо давать техлуз, пропадает админ. Ничего не отвечает. Говорит, рехост на АП. Начинается мошна. А ты вынужден сидеть в эфире и просто что-то разговаривать об аниме, рэпе. О чем там еще можно поговорить? Недавно тут Lost с джемом у них была пауза. И в конце, когда уже пора как бы... Уже почти, почти анпауза. Ты не выдерживаешь. Начинаешь говорить о политике и тебя увольняют. Все. О, да. Yeah. Ну, а если ты англоязычный комментатор, то ты какой-нибудь говоришь там что-то из серии... Что-то российское. Да, не-не-не, а что-то такое там типа вот моя жена на кухне готовит и феминистки, короче, бунтуют, подают на тебя в суд за то, что ты сказал, что женщина на кухне. И все, ты как бы тоже увольняешься. И еще обвиняют в сексуальных домогательствах. Там появляется какой-нибудь там чувак, который в детском саду. Не-не-не, там начинается то, что все вокруг начинают говорить, что ты до них домогался. Да, да, да. Это как сейчас ситуация в Голливуде, когда там начинаются какие-то каминг-ауты и там выясняется вдруг, что там 30 лет назад кто-то кого-то голословно обвиняет, причем без суда, без следствия, идут какие-то штрафы людям. В детском саду когда был, ну как же, маленькие дети как бы, они когда в туалет по маленькому ходят, они полностью штаны снимают. Вот, и у нас было такое развлечение, ну как бы, могу в свое оправдание сказать, что не я его начал, но это как бы такое детсадовское оправдание. Ну типа, если говорим о детском саду, то можно, наверное, подбегать и шлепать, шлепать, короче. И вот у меня снятся кошмары, что кто-то из моих одногруппников по детскому саду предъявит мне, если я стану суперзнаменитым, там, допустим, и тогда уже точно меня ждет полная... Все, твоя карьера будет разрушена. Мне придется признать, что... да, в чем-то признаться и уйти после этого, со мной все контракты будут разорваны. Ну ладно, у нас тут начинается, в общем-то, продолжается игра, и Immortal сразу поняли, что не к добру это затягивание, тут ребята могут еще на какую-то паузу идти, и начинают пушить. Но их ждет сюрприз, потому что со спины выходит Shadow Demon, Terrorblade, Тинни сразу же уезжает в таверну, Джакира пытается сделать ТП, но делает ТП. Да, как-то Immortals не ожидали явно такого подвоха, но на самом деле во время такой паузы реально очень можно потерять концентрацию. Да, ты просто забываешь то, что купил там, или где враг сейчас в данный момент, то есть когда ты погружаешься в игру, ты за всем этим одновременно упиваешь следить, как только ты концентрацию теряешь, то есть во время паузы. Чтобы эту концентрацию не потерять, наверное, на протяжении всей паузы надо пялиться в монитор, и на миникарту постоянно смотреть, вообще не отвлекаться. Ну да, или хотя бы там перед паузой вспомнить, что вообще было, запомнить. Но если вот так вот полностью отвлечься, можно очень сильно встрять, скажем так. Ну что ж, 1000 преимущества. Да, я вижу, что на втором канале уже все, там оптики переезжают на катке практически соперника. Но у нас Immortals только еще начинают свой путь к третьей решающей игре. С этим Джекиросом в офф-линии. Ну, Джекирос, ладно, Джекирос пока что дает жару, надо сказать. В отличие от какого-нибудь Тинни, который с топ-нетворсом фидит по всей карте. Целая одна смерть. Делать Сен-Жин-Яшу. Вот в Америке я заметил, что Сен-Жин-Яша это топ-артефакт на Тинни. Интересно, кстати говоря. Да, сейчас основной билд на Тинни именно через Ин-Жин-Яшу я вот замечаю. Что в матчмейкинге, что в Кэптэнс Моди. Фэйби врывается. Да, Фэйби врывается на Вайпера, но и просто его супер жестко продают. И еще и цепляют Сэлансер, который не успел отсюда отступить. Джекирос пытается как-то оттянуть неизбежное, но Сэлансер погибает. Сюда летит Нага Сирена, вовремя отменяет телепорт, очень вовремя. А Тинни в этот момент пытается просто спушить вышку на миде. Она добивает ее. Что ему удается сделать, да, благодаря дереву. Появляется Вейл оф Дискорд у Джекироса. Интересно, почему на Джекиросе Каю не берут? Да, я думаю. Или берут? Я думаю, берут. Почему нет? Там пошел сон, усыпили ТБ. Сейчас насыпят ему Эмпи камней. Полный рот. Не Потамин вообще. Сейчас Сандер. Я, честно говоря, даже не знаю. Не стоило Марио использовать Дизрапшн. Да, Марио подставил своего тиммейта. Он бы успел Сандер использовать. Ну, то есть он, скорее всего, все равно бы погиб, но, может быть, кого-то бы в ответ забрали. Да, так получилось, что Террор Блэйк погиб, и ничего в ответ сделать Дайр не смогли. Я очень хорошо Тинни ему по таймингу заехал бревном. Да. Так, нападение на Сэн Кинга. Сэн Кинга забирает. Абсолютно бездарно отдают своих героев. Причем, что одна, что другая команда. И тут еще и вышку отдают. Нага Сирена летит сразу же на топ. Здесь Вайпер. Клокверк в позиции. Сейчас будет Вайпера ловить. Но Клокверк решил промазать хукшотом. Бежит теперь ногами. Вайпер решает развернуться. Разворачивает. Скини бьет его деревом. Запускает в него дерево. Забирают Вайпера. Да, мысль была неплохая, конечно, улетануть в Клокверка. В этот момент выход на двух оставшихся снизу героев. Цепляют Джакира. Его в Disruption на крест. И станет... Просто уничтожают здесь Форева. Пытается улететь в леса. Спрятаться там. Мансует Торрент. Подсвечивает его. Джакира дает айс пас. Но Санкин дотягивается своей клешней. Тем временем сверху падает вышка. И несмотря на то, что у нас идут абсолютно равные размены. Счет 10-11 в пользу Power of Friendship. 4000 преимущества у Immortals. Ну, я так понимаю, это вышки. Ни одной не спушили пока что. Power of Friendship. Они же СЕС. Нага у нас решила по какому-то такому забавному билду собираться через Диффуза. То есть без Радика. Это боевая Нага? Боевая Нага. Как боевой алхимик, только боевая Нага. Ну, забавно, что оправдание боевого алхимика это оправдание как раз не боевого алхимика, который не успел выформить Радик. Его команду бьют, его самого бьют, он теряет все вышки и он говорит, ладно, я куплю Сенчендьяшу и буду боевым алхимик. Но он выходит со своей Сенчендьяши, а там уже у всех по три слота, и он разваливается. Но, как правило, бывает именно так, согласись. Ну да, наверное. Может быть просто Q в тяжелой ситуации, потому что в Корее... В принципе, ну да, да, давай. В Корее, как бы, ну основное, наверное, самое вообще такое, народное боевое искусство, это Тейквондо, если я ничего не путаю. Вот, где практически все удары производятся ногами. Он играет на Наге Сирене, у которой... А у нее нет ног. Да. И он в тяжелой ситуации, поэтому он вынужден использовать альтернативную сборку. Формить себе диффуза. Я сейчас вот единственное сказал, и не уверен на 100%. Ну, по-моему, это корейская. Тейквондо. Так, нападение на Марио. Марио живет, но недолго. Да, Тинни еще и в Тейву. Ну, скорее всего, это правда. Потому что в Китае это карате и ушу, наверное. Кирате в Японии. Карате в Японии? О, прошу прощения. Я думал, в Японии это дзюдо. Дзюдо и... Дзюдо тоже в Японии. Нет, дзюдо в Японии, это понятно. Я айкидо тоже в Японии. Я айкидо в Японии. Все в Японии. Почти все в Японии. А в Китае это кунг-фу. Собственно, ушу это... А ушу? Ну, ушу это как бы... Ну, такое, типа, небоевая версия, скажем так. Ну, есть какие-то версии, типа, боевое ушу. Для души. Ну, да. Ну, ты видел, как по ушу соревнования проходят? Там это больше походит на танец такой. Вот. В топе там Сент-Кинг спит. Уснул. Да, уснул. Но как он собирается его убивать, вообще пока непонятно. Хотя приходит Джекерос и становится, в принципе, все понятно. Накидывают сеточку. От сеточки Сент-Кинг вернуться не смог. На Х-марке сюда и Сайленсер прилетел, дал Курсу, его вернули. Сразу жар обратно, хотя... А, ну да. Все верно. И вынужден Дубу использовать Глобал для того, чтобы выжить. Здесь приходит Эмпи. Елочка подметает Шэдоу Демона. Здесь еще подходит Вайпер, кидает Назертоксин. Полетел корабль от Кунки. Бафающий корабль исключительно. Не дамажащий, не дизейблящий, а исключительно бафающий. И расходится отсюда Дайер. Никто никому особого вреда не нанес после того, как убили Шэдоу Демона и Сент-Кинга. Короче, Морталс никого не потеряли. Вот я к чему все веду. И продолжает фармить. Они потеряли две вышки, поэтому разрыв по золоту чуть сократился. Но все равно он составляет 3000. Довольно... Вполне вероятно... Да, я хотел просто внести еще определенную лепту в наш диалог о Наге Сирене. На этот раз серьезную. Так. Наверное, Нага Радик не покупает, потому что не хочет играть против... Террор Блейда и его рефлекшена. Очень неприятный. Ты играешь... Ну, ты собираешь на каком-то Бладсикере, на Врейс Кинге, Радионс. И Террор будет просто нажимать первую кнопку, и этот Радионс работает против тебя. Это не очень круто. Здравая мысль. Что редкость на нашей трансляции. Но действительно, наверное, в этом причина. Хотя тут что ни собирай, рефлекшен все равно будет работать. Но не так жестко. И погибает. Погибает у нас Фэбби. И здесь такая массированная атака. Сбирают вышку. Знаешь, эта игра проходит на встречных курсах. И я бы сказал, что абсолютно равная. Тысяча преимуществ всего-навсего остается. Забрали двух самых опасных героев. ТБ одевается потихоньку. Пока что ему тяжеловато. Ведь как ТБ против Тинни не очень хорош, так и Тинни со своим нулем армора. Вот у него три от Яша исключительно. Вообще, конечно, нонсенс с этой прибавкой к ловкости. Какой-то супер уникальный получился в Тинни герой. Единственный герой, у которого прибавка ноль. Все по нулям. Ну, надо будет купить броню, конечно. В будущем. Ну, без брони и против Террорблейда не поиграешь. Даже герои бронированные против ТБ берут там какую-то Кирасу, Шиву. Проблемки у Вайпера. Казалось бы, но приходит Сенкинг. Проблемки начинаются у Наги Сирены и у Джекироса. Приходится использовать Сон и ретироваться отсюда. Да, перегруппироваются. Но на крест посадили Глобу. Летит. Пошел Глобал. Лесят на Вайпера. Вторая атака по Вайперу. Айс Пасс кидается криво. Вайпера все-таки удается забрать. Здесь Террорблейд. У него нет формы. Еще 65 секунд. Пытается пробить Тинни. Кунг подходит вплотную. Возвращает на крест. Форстав Кунгу. Шадоу Демона подбрасывает воздух. Прячет Тинни. Нага Сирена идет за Кунгой. Диффуз откатывает через одну секунду. Кунг должен получать Диффуз. Никуда не уходить. Террорблейд в итоге забирает дубу. У МП забирает Шадоу Демона. Кунгу также забрали. Остаются здесь два кора. Гонят Террорблейда Клокверк и Джекирос. Террорблейд. Есть Сандер. Но он может не дать его. Слишком много героев. Хотя он дает отличный рефлекшн. И находит Тинни, с которым КП не свапнешься. Потому что у Тинни еще меньше. В итоге погибает. Находит Сэн Кинга. С Сэн Кингу залетает ракета. Он решает подкопать. Но возможно это ошибка. Его тоже забирают. Минус пять в исполнении Имморталс. Они выигрывают эту драку. Хотя все так начиналось. Не уверен. Отлично. Все сделали. 19-14. 5000 преимущества. Все-таки давят корейцы. Так. Ну и в следующем. Нет. Подождите. Может быть она все-таки. Может быть она все-таки. Купит себе там. Хелму Fire and Will. Ну и короче. Будет. Ну и Fire. Да. Короче говоря. Нага. Полностью. Разрушает. Как бы. Всю вообще логику. Которая. Шуточная. Или не шуточная. Потому что она сейчас соберет. Радианс себе. Судя по всему. Ради бога. В принципе. Радианс на Наге. Против Reflection. Не так уж и плох. Он конечно мешает. Нага другие цели. Обычно преследует. В игре. Она. Иллюзиями с Радиансом. Сплитпушит. А нет. Не так что. Знаешь. Что Нага покупает. Радик и все. Скорее драться надо идти. В таком случае. Да. Лучше Радик не покупать. Если ты хочешь драться. Вообще нет такого героя. Который покупает. Радик и идет драться. Тиррблейды находит. Тиррблейды убивает. Рейс Кинг такой герой. Если Радик покупает. Давненько не видел ВК с Рейденсом. Наверное да. Может быть какой-нибудь Брюмастер. Брюмастер да. Покупает Радик и дерется. Таак. Поехали. Меситься с Рошаном. Минус броня. Есть Солар. У кого-то. Ага. У Клака. Силенсер в позиции. Уверенно забирают Рошана. Это почти Сакрот. Сейчас будет у Наги. А Егис отдадает Тини наверное. Ну да. Он более такой контактный боец. И. Решили отдать ему. Так. Нага все покупает. Берет Сакрот Релик. Но. Пока что это Сакрот Релик. Пока что это не. Нули Файр. Это не Рейденс. Не Рапира. Это просто Сакрот Релик. Забирают Эншентов все вместе. С Сэс у них 5000. 6000 уже отставания. Да конечно. Проседают все жестче и жестче по золоту. Все таки за 23 минуты 6000 это хорошее преимущество. Тем временем игра оптигейминг уже закончила. Да она уже давно закончилась. Ну да. Уже минут как наверное 5 если не больше. Если не 10. Верхнюю башню. Там все супер быстро было. Нижнюю башню сил света атакуют. И. Забирают нижнюю вышку. Параллельно забирают верхнюю вышку. Размен товарами идет. Ну Куа готов кастовать сону и мешать отступать здесь. С Сэсом. Он как раз хочет. Против шадоу демона его дезрабшина тоже не очень хочется играть. Безрабшина. Не пожилее мы уже здесь зацепили. Но зацепили еще и Сэнд Кинга. Двух игроков цепляет здесь. Он просто никто не летит. Он просто их задерживает. Чтобы сломать хай граунд может быть. Так летит у нас Кунка. По крайней мере частей. Ну здесь лучше отступить конечно. Иммортал. А теперь нет. Погоди. Тут только Вайпер и Кунка. Вот тогда можно задавить. Только Вайпер и Кунка если их можно убить. Да. Нету ТПшек. Глупейшая ошибка. Ну вернее два из них сбили. Пошел глобал. Сэн Кинг. На базе Вайпера убивают. Прямо по Тир 4. Приходит Тир Блейд. Включает рефлекшн. Включает форму. Нужно бы начинать бить. Бьют Клокверк. Клокверк прячется в кустах. Могут забрать Тинни. Но у Тинни есть Аегис. Шадоу Демона. Использует Дисрапшн. Рановато ломиться так на хай граунд конечно. И все же Тинни успевает отступить. Пошел корабль. Но корабль влетает в молоко. MP. Срабатывает Шадоу Демоновский. Апурдж. Все влетает в ТБ. У ТБ есть Сандер. Нужно очень аккуратно играть. Свапнулся. Фаревы заберут. Фаревы забирают. Но сейчас на развороте. Сандера-то нету. Тинни подходит к террорблейду. Минус террорблейд. Очень больно также Марио. Марио может получить деревом по голове. Эвеланч мимо. Кунг включает худ. В этот момент Сенкинг продолжает драться с Сайленсером. Но Тинни помогает одержать победу. Сайленсер очень битый. Нажимает стики. И лопается от Сенкинга. Жестко. Жесткий замес мужской. А Клокерк все это время стоит на нижней линии. Подфармливает. Он как-то ушел. Он первым просто умер. А, он там первым умер. Он уже лестнился. То есть, как говорится, раньше выйдешь, быстрее начнешь фармить. Раньше выйдешь из драки, быстрее начнешь фармить сразу. Как только заспавнишься. Так, ИМП ломает. Шрайн. Ну, 7000. 8000 после Шрайна. Все-таки потерять Тир-3 это довольно серьезно. Потому что можно сейчас и второй сломать. Аегиса больше нет. Зато Тини покупает Кирасу. Себе чуть ли не райт кликом прирастет целиком. Стал гораздо прочнее. Нага серий на Рейденс. Рейденс диффуз. Ну, зная команду Ко, эти ребята сплит пушить не станут. Против Дайр. Сейчас. Они, наверное, будут драться. Ну, как бы Нага будет иллюзию отправлять, но... Морталс, мне кажется, будут стараться поражаться. По крайней мере, пока удавна глобал, они могут это делать. Глянем, как получится. Рефлекшн и Дизрапшн Шадоу Демона могут, конечно, стать серьезной помехой. Глобал защитный. Чтобы засекьюрить фраг. На Клокверке. Но дальше идут в атаку и Морталс. И удастся ли подцепить Вайпер здесь. Надо бы его тоснуть назад. В идеале было бы. Какой-то непробиваемый Тини совершенно. Да, ну Кираса. Да, ну Кираса под Солором. Да. Ну, на нем еще и Солор висел. Какое-то время. И Слип. Айспас. Макропира. Шикарная. Макропира. Очень красивая драка. Сбирает тенигу героев. Санкинг остается. Пытается уйти отсюда. Слетает ракета. Бежит. Очень быстро бежит. Но тут и ульчик плюс айспас от Джекироса. И умирает еще и Сенткинг. Тиррорбет в ужасе побежал на базу. Ну да, тут уже как бы Нага подпушивает Тир 2. Это может быть даже минус линию попытаются сделать. Будет ли заходить на Тир 3. Ну, можно поплевать Джекиросом. Да, Liquid Fire пошел. Тини начинает раздавать по вышке. Очень быстро могут снять Тир 3. Можно и минус бараки попробовать сделать. Подходит шадоу демон. Получает сетку. Успевает уйти в Disruption. Живет. Но не живут бараки. Ой-ой, закинули Клокверка. Ай, Клокверк. Здесь забирают они шадоу демона. Клокверк отступает. Демоник в пудже заканчивается. Шадоу демона нет, но 4 героя арестовались. И возможно теперь стоит отступить имморталс. Но они так и делают. Еще ломают шрайн параллельно. И того будет 17 тысяч перевес. Ну, вот теперь все. Теперь остался только мид. Причем за дейфть его будет крайне тяжело. Сейчас спокойно отпушит линия. Я бы сказал, что подождать Рошана. Но мне кажется, в этой игре они могут и не ждать Рошана. Тут такое. Рошана ждать еще долго. Еще минут 6 можно его прождать. Тинни делает дейдаллс. Так, айспас. Пошел на террблейда врыв. Успеет ли он расхастоваться? Нет, он не успевает расхастоваться. Сенкинг эпицентр. Неплохо. Но Тинни все еще живое. Поднимают воздух Джекироса. Джекирос. Это айспас. Вайпер его заплевал. Пошел глобал. Дубу. 24 интеллекта у дубу. Ставится вард. В этот момент погибает все-таки Тинни. Но здесь у нас Нага себе набор. Чуть-чуть не добежал до Шрайна. Но Нага тут с полным запасом здоровья. С полным запасом практически маны. Она тут всех должна уничтожить. Кунг и только спасется. Он далеко. До него Нага не дотянется. Используется Шрайн, который Тинни уже, собственно, не нужен в таберне. Но зато остальные игроки устанавливают ману хп. Неплохие таланты, кстати говоря. У новой Наги. Ее в какой-то момент просто перестали пикать. Слава богу. Похоже, она может вернуться в доту. Ну, только не с таким стилем, каким она была раньше. Если она с новым стилем игры вернется, то ради бога. Наоборот, тогда такая боевая Нага, которая нам демонстрирует. Ну, то есть, посмотри на нее. 11-2-13. За 30 минут. То есть, этот эталон агрессивного героя. Если есть, что комбинировать с ультом Наги, то почему бы нет. Драки будут очень зрелищными. Вот ОГ, например, любили Энигму. Нагой. Пикать. Да, тогда у них хорошая комбинация, но они как-то от этого ушли. И вообще сейчас ОГ не в лучшие находятся позиции. Все сейчас зависит для них буквально от того, пройдут ли они на Дремлигу. Если они проходят на Дремлигу, то там, ну, как бы, можно неплохо очков набрать. Если не проходят, то у них остается только несколько миноров, на которых не факт, что они вообще что-то выиграют. Тут же, конечно, еще не те или уже не те. Ну, явно не те, которых мы привыкли видеть. Сану у них получалось... Хоть на, нано в сигнале, но как-то... Тогда очень здорово смотрелись. Так, Сэн Кинг. Тинни. Будет ли за ним прыгать? Прыгает. Поднимают ВИУ. Айс пас. Сеточка. Минус. Еще два интеллекта для сайлансера. Ну, можно заходить. Можно заходить, забирать верхнюю сторону, забирать мид с таким преимуществом огромным. Можно, как вариант, просто отзонить ультом наги игроков дайер и попытаться действительно одну сторону забрать противоположную. То есть, если вы заходите в топ, кастуйте сон, забирайте мид. Заходите в мид, забирайте топ. Но иммортал не ищут никаких путей. Они просто дайвят, убивают, уничтожают. Заставляют шедоу демона выкупиться. О, сейчас Джекерос будет давать. Так, так, выбирает позицию. По кунки хочет. Айс пас пошел, да, хочет по кунки. В итоге сразу... Идеально получилось, да. Получилось просто идеально. Потому что Тинни еще тосом закинул терраро блейда, кажется. Да. В этот айс пас, а шедоу демона никого не смог спрятать. Просто потому, что был сайлансером использован глобал. Великолепная игра от иммортал. Пока и немножечко дольше они играли, чем предыдущую карту. Но все равно очень уверенно. Задавили оппонента 40 на 19. Ну что, и нас ожидает противостояние оптик против VGJ Storm через где-то 1 час 20 минут. То есть в 12 часов по московскому времени на этом канале. Да, там... Вот такие пироги. Интересные штуки с расписанием. Ну, посмотрим. В общем, сейчас подождем, что там решат. Возможно, стрим переключится, возможно, нет. Короче говоря, следующие матчи у нас... Следующие матчи на этой квалификации. В любом случае.